Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео я вам расскажу про редкие игры Xbox One. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну а также в комментариях написать, есть ли у вас редкие игры на Xbox One. И давайте начнем. А начну я с того, что как-то раз под каким-то видео мне прям заспамили в комментариях, откуда я взял эту игру, а именно черепашки-ниндзя-мутанты в Манхэттене. Дело в том, что когда вы зайдете в стор, если вы вобьете название этой игры, у вас этой игры практически не будет. У многих она не высвечивается, а если высвечивается, то ее просто невозможно купить. Дело в том, что эта игра является редкой игрой на Xbox One по причине того, что она просто убрана с Microsoft Store. Ну если быть конкретнее, то она просто убрана для покупки. То ли были неполадки с авторскими правами, то ли еще что-то, но в общем эту игру из Microsoft Store никак не купить. Если что, это не единственная редкая игра для Xbox One, и к таким играм еще я отнесу, наверное, игру про Дэдпула, Трансформеры, Дэвэй Стейшн. Кстати, она у меня тоже приобретена и очень похожа на Черепашек, поскольку она, ну, по сути, от той же студии. Прототип первый и второй, да, если кто-то не знал, то на Xbox One есть некое переиздание первого и второго прототипа. Но эту игру я бы, наверное, не назвал такой редкой, поскольку за рубежом ее можно приобрести в цифре, а именно в Store, а в России у нас нельзя. И, пожалуй, к редким играм я отнесу Spider-Man The Amazing 2. Да, если что, переиздание этой игры тоже есть на Xbox One, но по каким-то причинам через Store ее тоже не купить. У многих, наверное, вопрос, чел, вот они редкие, а где ты их вообще тогда покупал и как? Дело в том, что я покупал эту игру в свое время, когда она была доступна для продажи. И такие вот игры, а именно редкие игры, можно достать только лишь на дисках. И это очень трудно, потому что с дисками, а именно с дисками на Xbox One была кое-какая проблема. Их просто не было в России, а если и было, то их было очень мало. Поэтому вопрос, как добыть эту игру, достается открытым. Кстати, я недавно себе заказал с Хабаровска, с Хабаровска, прикиньте, да, откуда я заказал. Попробуйте в комментах угадать, что это за игра. Я публиковал в сторис в Инстаграме и только лишь два человека где-то со второго поста угадали, что это за игра. Об этой игре я расскажу в следующем видео, поскольку я очень соскучился по ней. А именно не по игре, а по серии, в которой сделана игра. Попробуйте угадать в комментах, в общем. Давайте, в принципе, запустим эту Черепашку Ниндзи и посмотрим, что это за игруха, если кому-то интересно. На самом деле, в свое время я пытался найти для нее напарников, чтобы пройти ее. У меня это получилось. Я обыскал кучу форумов, я писал в ВКонтакте и еле-еле-еле-еле-еле-еле как нашел напарников, чтобы ее пройти. Но, к сожалению, к концу игры мы все разбежались и мне пришлось добивать эту игру в одного. Потому что мы, так скажем, не состыковались со временем и не получилось, в общем-то, пройти эту игру. И если вдруг, ребят, если вдруг просто вся надежда на вас, у меня уже аудитория вон сколько, напишите плюсик в комментарии. Если вдруг у вас есть эта игра, прям напишите. У меня есть такая-то игра, у меня есть там Черепашки Ниндзя. Потому что, как бы, может быть, рискну и на стриме ее пройду от начала до конца. Потому что, в принципе, она неплохая. Да, конечно, эта игра не 2003 года. Если кто-то играл в эти Черепашки Ниндзя, то лайкните. Это просто офигенный Черепашки Ниндзя. Но, так или иначе, эти Черепашки Ниндзя, они прикольные. Потому что можно играть по сети вместе. Да, жалко, что нету кооператива. Вот именно плитскрина, но все же. Кстати, если вдруг кто-то не знал, то на старте эта игра имела кое-какую проблему. Она просто не поддерживала мультиплеер. Это был косяк жесткий, и это было фигово. Кстати, фигово еще то, что в редких играх таких почему-то нету русских субтитров. Они вообще никак не переведены на русский язык. Что, по-моему, Spider-Man The Amazing, Deadpool. Ну, короче, те игры, которые я называл, они, к сожалению, не переведены на русский. И это очень фигово. В принципе, игруха простенькая, но если врубить какую-нибудь сложную сложность, это вообще, это просто жесть. Ну, блин, в эту игру офигенно, конечно, играть именно вчетвером. Потому что ты можешь лечить, ты можешь помогать, ты можешь взаимодействовать. Тут есть, так скажем, совместные камбухи. И на самом деле, вот, блин, очень хочется, конечно, найти напарников, чтобы их все-таки пройти. Чтобы пройти этих черепашек. Но думаю, что мало у кого они будут вообще. Потому что, ну, действительно, редкая игра. Потому что дисков было немного, и в Стори ее сейчас не купить. Кстати, на самом деле, в детстве я обожал игры про черепашки-ниндзя, поскольку они были топовые. Я прошел, по-моему, все три части, если не ошибаюсь, на PlayStation 2 играл вообще очень клевые части. Так, бомба, 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 бомба. Давай, 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 разминируем. На самом деле, не знаю, почему эта игра была неуспешной. Потому что, ну, в своем женре она прикольная. На самом деле, иногда скучаю по таким играм. Потому что раньше их было дофига, сейчас их просто нифига. Бомба, бомба, бомба. Я вот не вижу, на самом деле, где бомбы. А, вот нашел. Оп. Давайте, ребята, ребята, давайте, 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 отлично. Супер. И нам осталось последнюю бомбу найти. Я не буду убивать тех чуваков, чтобы пройти побыстрее. Кстати, еще один трабл с этой игрой был на старте. Это то, что обманулись предзаказом. Я делал, так скажем, предзаказ на эту игру. И получилось так, что там должны были давать костюмы самураев. Самураев и какие-то там скины клевые. И в итоге их просто не дали. Я не знаю, с чем это было связано, но в итоге они в предзаказе так и не появились. Они были доступны только для покупки. Если что, кстати, все миссии состоят из такого принципа. Вам дают большую локацию и мини-миссии. И вы выполняете мини-миссии. И, так скажем, достигаете босса. Так скажем, видите вот верхнюю вот эту штуку. Вот мы, наверное, миссии, ну сколько, 3-4 пройдем. И нам будет доступен босс. Мы его замочим и все, миссия пройдена. И таких миссий, если не ошибаюсь, около 12 или 9. Но босса, кстати, мочить интересно. Особенно, когда у него много жизни. Потому что ты прям фигаришь, фигаришь, фигаришь. Там всякие комбухи. Совместные комбухи тоже прикольные. Не, реально, конечно, врагов на низкой сложности очень мало. Мы просто всегда играли, по-моему, на харде, если не ошибаюсь. Ой-ой-ой-ой. Надо было кинуть в него в эти. Второй раз ловлюсь, и мы... Так вот, на этого мы не попались, на этого тоже не поведемся. Кстати, здесь можно делать парирование, но делается она очень сложно. Поскольку там нужно прям выждать какой-то прям маленький момент такой. Его очень сложно поймать, особенно в боссах. Но если ты ловишь этот момент в боссах, то ты, так скажем, перегаешь к нему за спину. Хватаешь его и начинаешь долбить. И, так скажем, это очень помогает всей команде одолеть босса намного быстрее, чем обычно. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, накинулись, ребят. Отлично. Две секунды. Е-е-е. Ну, это было изи. Оп. Это был типа мини-стелс. Так. Нужно разминировать. Так, ребят, 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 вы мне помогайте, ё-моё. Ну, это будет очень просто. Оп. Изи. Ещё мини-си-3, и всё, и всё будет доступно. Здесь, кстати, на самом деле ещё прикольная такая стилистика. Она вроде мультяшная, вроде мультяшная. Оп. Оп. Так, ребята, давайте одолеем его. Оп. Я думаю, мы его прям вообще зашибись сделаем. Оп. Блин, вот надо парирование сделать. Если мы сделаем парирование, то... Ой-ой-ой, у меня башка закружилась. Так, всем пицца. Во! Сделал... Блин! Не нажал на Б. Просто, если бы я сделал... Нажал на Б, всё, ему бы кранты была бы. Это было просто. Ну. Но, опять же, мы их очень быстро убиваем, потому что у нас стоит очень-очень лёгкая сложность. Но я просто не хочу запариться, потому что если бы был бы Хард, то тут была бы такая мочевая, что вообще... Кстати, каждый боссик, он оригинальный. Ему нужно, так скажем, применять кое-какую стратегию. Кто-то там летает, кто-то на земле. Достаточно тоже интересно. Блин, была бы она переведена на русские субтитры, хотя бы было бы очень круто. Ну, мы его расшибём. Даже не сомневайтесь в этом. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин, парирование нужно капец как на босхо делать. И парирование такое, чтобы прыгать за спину. Делаем. Отлично. Барьер. Семь пиццы. Ускорение и... Ой-ёй-ёй. Так, это, конечно, бесполезно, я заюзал, но... Мы его немножко остановим. О, осталось здесь жизни. По-моему, кстати, поезд не особо сбивает. Ой-ёй-ёй-ёй, поймал, поймал. Уходим! Да, блин, почему я ловлю... С Микеланджело вот эту фигню? Оп-оп-оп-оп, осталось чуть-чуть! Е-е! Слоу-мо. Е-е-е, бой! Вот, в принципе, игрушка на самом деле прикольная, но поиграть абсолютно всем не суждено. Вот, в принципе, вот так. На этом, в принципе, все вот такой вот видос. Если вдруг у кого-то есть игры, а именно редкие игры на Xbox One, то напишите их список в комментарии. Также, если видос понравился, то не забывайте нажимать лайк, подписаться на канал. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч!